Мишу Виду, ты прекрасно знаешь это. Я говоря о той, другой, о твоей любовнице, из-за которой мама в таком состоянии. Ты должен прекратить эти отношения. Нет, Алехандро. Что ты говоришь? Ты не понимаешь. Послушай, я признаю, ты позволил очаровать себя, вступил в интрижку. Такое бывает с каждым мужчиной. Но самое время положить этому конец, папа. Так не может больше продолжаться. Мне очень жаль, но я ничего не могу поделать. Папа, пойми, мама так страдает. Она женщина, которая всегда заботилась о твоем счастье. Я благодарен твоей матери. И мне правда жаль, что я причинил ей боль. Это очень болезненная ситуация, но я ничего не могу поделать. Можешь. Я знаю, мама простит тебя. Как только ты раскаешься и вернешься к ней, и бросишь ту женщину. Ты же бросишь ее, правда? Обещай мне, папа. Дай мне слово, что ты бросишь ее. Нет, Алехандро. Зачем мне тебя обманывать? Я не оставлю ее. Привет. Привет. Проходи. Я шла к Нине и решила поздороваться. А разве платье еще не шито? Да, да. Просто в последний момент я попросила изменить кое-какие детали. Что с тобой? Ты какая-то грустная. Разве ты не готовишься к свадьбе? Разве ты не счастлива? Да, счастлива. Мы оба. И я, и Алехандро. Все замечательно. У нас давно никаких размолок. Но мне больно видеть, как он страдает из-за своего отца. Это очень неприятно. Да, конечно. А он рассказывал тебе что-нибудь? Ну, в тот день, когда мы ходили танцевать, он мне рассказал, что... Понимаешь, я плохо поступаю. Мне не надо говорить с тобой о таких личных проблемах, таких важных для Алехандро. Я просто не имею права. Не переживай, я все знаю. Я знаю, что у Франциско есть любовница. Не смотри так. Я всегда в курсе всех дела этой семьи. Мне очень интересно из-за Алехандро. Ты же знаешь, я его подруга. И уже много лет я общаюсь с семьей Агиро. И мне очень неприятно, что Франциско причиняет боль Йоландии своим детям. Неужели твой каприз ослепил тебя настолько, что тебя уже не волнует скандал вокруг семьи? Слезы Габи и той, которая была и остается твоей подругой жизни. Из-за какой-то интрижки не рушат семьи. Ты сошел с ума. Эта женщина сделала из тебя марионетку и управляет тобой, как ей вздумается. Говори, что хочешь. Прав ты или нет? Но я знаю только одно. Я никогда не расстанусь с ней. Я не брошу ее. Даже если ты встанешь передо мной на колени. Мама не потерпит этого. Она подаст на развод. Это ее личное дело. Я дам ей развод, если она попросит. И ты бросишь дочь, которая совсем еще ребенок? Она подросток. Скоро уже станет взрослой женщиной. Я ей не нужен. Папа, подумай, что значит семья. Подумай, на какое несчастье ты их обрекаешь. Однажды, когда тебе станет одиноко, ты вспомнишь об этом и пожалеешь. Неужели ты не понимаешь? Тебя не волнуют последствия твоих поступков? Объясни мне, папа. Меня ничто не волнует. Ничто. Если Йоланда смирится с таким положением дел, хорошо. Но пусть она не ждет от меня никаких обещаний. Потому что я не оставлю эту женщину. Никогда. Значит, все гораздо серьезнее, чем я думал. Скажи мне правду. Ты ее любишь? Ты правда любишь ее? Любовь. С чего люди взяли, что самое великое, самое сильное чувство – это любовь. Человеком движет и другое. Иллюзии. Суета. Страх смерти. Когда стареешь, начинаешь понимать, что все прелести жизни уходят в прошлое. Что осталось каких-то несколько лет, чтобы насладиться ускользающей молодостью. И если в этот критический момент появляется волнение, которое заставляет кипеть кровь, словно тебе 20 лет, и вспыхивает огонь, который, казалось, угас навсегда. Если в это время появляется девушка, молодая, красивая, которая любит тебя, восхищается тобою, ни один человек не смог бы устоять перед этим. Может, это и не любовь. Но это желание, это страсть, понимаешь? Нет. Это страсть. Тебе этого не понять. Это понимаешь только, когда тебе под 50. Папа, я нашел страсть, Алекс. Последнюю страсть моей жизни. И я хочу прочувствовать ее. Я имею право прожить ее на все сто. Несправедливо просить меня, чтобы я ее оставил. Да и к тому же у меня не хватит силы воли оставить чувства, которые никогда не вернутся ко мне больше. Последнюю возможность видеть в своих объятиях женщину, которую пожелал бы любой мужчина. И слышать от нее ласковые слова. И ощущать себя завоевателем. Нет. Я не брошу ее. Я хочу чувствовать себя молодым. И прожить полной жизнью год, два года. Пока я не состарился окончательно. Кто она, папа? Скажи мне хотя бы, кто эта женщина. Нет. Я не могу сказать тебе этого. Никогда не скажу. Никогда. Поверь, я не считаю, что ты поступила плохо, передав мне слова Алекса насчет Йоланды и Франциско. Меня тоже очень беспокоит эта ситуация. Да, но я не должна была обсуждать все это. Не стоит быть скрытной со мной. Я же говорила, что в курсе всех дел. Возможно, даже больше, чем кто-либо другой. Только я постоянно задаюсь вопросом, кто эта женщина? Да. Кто же она такая? Надо иметь каменное сердце, чтобы разрушить семью, которая была так счастлива до этого момента. Так много лет. Да, думаю, она очень молода. Кем бы она ни была, ей нет оправдания. Конечно, нет. Йоланда никогда не простит ее. И Габи. А особенно Алекс, потому что он обожает свою мать. Он будет ненавидеть эту злодейку больше всех остальных. Ну, мне пора идти к этой девушке, Нине. Извини меня. Это ужасно, что Мигеллон сделал сеньорите Брисеньо. У меня слов нет. Это позор. Да. Но Мария Эмилия должна знать об этом. Она порекомендовала Мигеллон и Алехандро. Поэтому она должна узнать. Как я ей скажу об этом? Ты представляешь, как ее подвел Мигеллон? Как ей будет стыдно перед женихом. Не дай бог, это повлияет на мнение Алехандро и бедная Мария. Эмилия будет вынуждена. Можно. Извините, Мария пришла забрать платье. Нина. Здравствуйте, сеньорита Мария. Как дела? Думаю, платье сеньориты Калминарес уже готово. Не так ли, дорогая? Да, да. Сейчас я отдам его вам. Не хватает только пояса. Пойдемте в комнату, отмерим его. Спасибо. Спасибо. Хинероса, ты все еще плохо себя чувствуешь? Переживаешь из-за Россио и Мигеллона? Нет, нет, уже прошло. Я хорошо тебя знаю. Ты чем-то обеспокоена. И даже больше, чем раньше. Почему ты не хочешь сказать мне, что с тобой? Ну, я прошу тебя. Я не могу сказать тебе. Тем более сейчас. Из-за Мигеллона? Не могу поверить, Генероса. Ты всегда мне все рассказывала. А теперь у тебя какие-то тайны. Да, слушай, ты ведь шьешь платье для...